Доброе утро, дорогие друзья! Я рад снова приветствовать вас на Духовном Завтраке. С вами сегодня пастор Дмитрий Кропивинский Христианский Центр. Давайте откроем сегодня книгу-притчей, 17 главу, и прочтем 14 стих. Начало ссоры, как прорыв воды. Оставь ссору прежде, нежели разгорелась она. И хочу прочесть из нового русского перевода. Ссору начать, что плотину пробить. Остановись, прежде чем она вспыхнет. Друзья, я сегодня хочу осветить вот эту тему. И знаете, вот эти слова в новом русском переводе, что ссору начать, что плотину пробить. Это, по сути, здравомыслящий человек никогда такого не сделает, чтобы взять, подорвать или что-то сделать с плотиной, которая удерживает большое количество воды. Так же и во взаимоотношениях мы должны быть с вами мудрыми. Думать, что говорим и как говорим, чтобы не производить ссоры. И знаете, вот хорошие вещи мы слушаем, когда проходим супружеские курсы. И нас часто учат тому, что есть как минимум два правила в общении. Говорить не обвиняя и слушать не перебивая. То есть стараться доносить ту или иную информацию, прям действительно постараться. Чтобы не как пришло тебе на ум, в порыве эмоций, гнева, и взял и выплеснул все, что есть. А вот как-то призадуматься, сказать так, чтобы не обидеть человека. Предусмотреть, чтобы не взорвать вот эту плотину. И естественно оттуда потом хлынет поток. И слушать не перебивая. Это знаете, как очень часто во взаимоотношениях человек слушает другого. И он как бы встает на паузу только для того, чтобы в свою очередь потом высказать ответные какие-то укоры. Но слушать не перебивая, это значит выслушать человека. И дать ответ на ту претензию, на то какое-то недовольство, которое было высказано в его адрес. И знаете, однажды на Кавказе от пастора я услышал такие слова. Он мне сказал, что, Дим, если захочешь со мной поговорить, то не обязательно поститься и молиться целый месяц. Можешь позвонить мне и поговорить. И знаете, я в связи со своим тогда маленьким развитием во Христе, я тогда подумал про себя. Я думаю, что к чему месяц поститься, молиться, чтобы поговорить. А позже, знаете, глубина этих слов до меня дошла так сильно, что люди, прежде чем поговорить с кем-то на какие-то сложные и важные темы, постятся и молятся. И порой даже месяцами. Поэтому хочу ободрить нас с вами сегодня тем, что давайте думать, что мы говорим, как мы говорим, подбирать слова. А если нам предстоит сложный разговор, может быть, со сложным человеком, на сложные темы, так за это можно даже и помолиться, и попаститься, чтобы не пробить эту плотину, чтобы не начать эту ссору. Благословит нас с вами Господь. Аминь.